Уважаемые дамы и господа, наш эфир начинает авторская программа Яна Йоффе «Странички о истории». И в эфире у нас на связи Ян Йоффе. Добрый день, Ян. Алло, Ян, вы с нами? Одну минутку, дорогие друзья. Ян, вы с нами? Да, я вас хорошо слушаю. О, вот теперь мы связь восстановили. Пожалуйста, прошу вас. 71 год тому назад случилось чудо. Родилось новое государство Израиль. Появление государства всегда явление заметное. Но при чем здесь чудо? Когда можно рассматривать события тех лет, как просто очередной факт истории. Но в этом случае произошло, пожалуй, самое невероятное событие в истории. Во время Холокоста погибло 6 миллионов евреев. Огромный плац еврейской культуры и достижения народа, и даже сам язык, на котором они говорили, был почти полностью уничтожен. Но оставшиеся в живых не потеряли свою веру, свою надежду на создание государства. В феврале 47-го года правительство Великобритании объявило, что передает мандат на управление Палестиной организацией объемных наций. А в ноябре была принята резолюция о разделе Палестины на два государства, еврейское и арабское. Причем контроль над Иерусалимом передавался организацией объемных наций. Для Бенгариона и других еврейских лидеров было нелегко принять такое решение. Отдать Иерусалим – это как бы отрезать себе руки. Но они приняли его, понимая, что другой шанс о создании государства, возможно, больше никогда не представится. Что не ожидали еврейские лидеры? Это полного неприятия со стороны арабов любого еврейского государства, каким бы маленьким он ни был. Непризнание права евреев жить на земле своих предков. С тех пор мало что изменилось. Об этом еще говорилось в Хартумской декларации арабских стран 67-го года о полном непризнании Израиля. Потом были бесчисленные заявления лидеров этих стран. Сегодня тема полного уничтожения государства Израиль поставлена во главе своей политики правительством Ирана, которое грозится возобновить производство ядерного оружия. Не успели высохнуть чернила на резолюции о разделе Палестины, как началась резня евреев. С ноября 47-го по май 48-го вспыхнулись сотни актов насилия. И чем ближе подходила дата окончания британского мандата, тем шансы осознания еврейского государства уменьшались. Особенно когда Австралия и Гватемала выдвинули предложение осознания Иерусалима, о передаче города Иерусалима под полный контроль организации объемных наций. США тоже были не против передать контроль Иерусалима в ведение ООН. Бен-Гурион решил действовать. В пятницу 14 мая 1948 года в полдень на ступеньках музея в Тель-Авиве он зачитал декларацию о создании еврейского государства. Но уже через несколько часов после рождения нового государства Израиль был атакован армией пяти арабских государств. Египетские самолеты бомбили Тель-Авив, было убито более сотни человек, иракские войска прорвались в центре страны, и египтяне дошли до южных окраин Иерусалима. Эта чрезвычайная опасность потребовала мужества каждого еврея, каждого бойца, нарождавшейся армией обороны Израиля. У евреев не было выхода или победить своих врагов, или быть сброшенными в море. Арабы обещали исполнить то, что не доделал Гитлер – уничтожить всех евреев. Триумф еврейского народа в защите своего государства в тяжелейшие дни 1948 года связан с глубокими историческими чаяниями еврейского народа. Этот триумф пришел с пониманием, что на этой земле евреи не пришельцы, что их вера и судьба есть исполнение библейских пророчеств после двух тысяч лет рассеяния и изгнания с родной земли, после разрушения римляниями второго храма. Враги Израиля, особенно минешние правители Ирана, должны понимать, что вопрос идет о существовании еврейского народа. Израиль никогда, ни при каких обстоятельствах, не допустит, чтобы Иран создал ядерное оружие. Чтобы легче понять, в какое время было создано государство Израиль, назову несколько дат той поры и тех процессов, происходивших по окончании Второй мировой войны. Это важно для понимания вообще общей обстановки создания этого государства. 46-й год. Начало гражданской войны в Китае. Коммунисты Мао против националистов Чанкайши. В этом году получила независимость Сирии, Трансиордания, Филиппины. Франция отказалась предоставить независимость Индокитаю. В этом году началась национально-освободительная война вьетнамского народа. В этом же году началась гражданская война в Греции. Коммунисты с националистами. Соединенные Штаты приняли докторину Трумэна о противодействии распространению коммунизма. В 47-м году вступил в план Маршала по экономическому восстановлению Европы. В 48-м году Сталин установил коммунистические режимы во всех странах Восточной Европы и надеялся на установление такого правительства в Израиле, которое будет активно бороться против Англии с ее интересами на Ближнем Востоке. В этом году он начал блокаду Берлина. Уже прозвучала речь Черчилля в Фултоне о железном занавесе, опустившемся над странами Восточной Европы. В 49-м году было создано НАТО, был создан Совет Европы. На таком общем фоне и создавалось государство Израиль. У Сталина были свои интересы. В Соединенных Штатах влиятельные фигуры, как министр обороны и государственный секретарь маршал, выступали категорически против создания государства Израиль. Причины были, конечно, простые. В это время были найдены огромные нефтяные месторождения в Саудовской Аравии, а интересы США, особенно вот этих двух названных мной лиц, находились там, где нефть, а не там, где находились еврейские идеалы. К счастью, Трумэн решился на признание Израиля и сделал это сразу после проглашения независимости страны. Об этом и других событиях того времени, о поставках оружия Израилю, о выступлениях громыка в организации объекта нации в поддержку Израиля, о многочисленных речах, словах, делах можно говорить долго. Но есть другой аспект, наивысший божественный план и его осуществление. И этот божественный план как раз даст вам и ключ к пониманию того, что произошло. Израиль был сердцем еврейской жизни с того времени, когда Бог призвал Авраама и сказал ему, «Покинь твою землю, место, где ты родился, и землю твоего отца, и отправляйся в землю, которой я покажу тебя». Семь раз Бог обещал Аврааму страну и повторил свои обещания Исааку и Якову. В этом плане вся еврейская история есть путешествие в страну обитованную. Эти обещания были повторены и в дни Моисея, и во время Вавилонского изгнания, в течение столетий рассеяния, когда предоставлялась малейшая возможность вернуться на свою родину, евреи делали это. Иугуда Халеви вернулся в 12-м столетии. Майманинцы, его семья, хотя они не смогли прожить там долго, возвращались на свою родину евреи и после походов крестоносцев, чтобы восстановить разрушенный Иерусалим, во все времена, в любые столетия, вы найдете следы присутствия евреев на священной земле. Мы как-то забываем, что многие европейские государства – это продукт нового времени. Возьмите Германию, возьмите Италию. Эти государства возникли совсем недавно, в 19-м веке, а вот связи евреев с Израилем продолжались более трех тысяч лет. Рождение Израиля в 1948 году – это чудо. Еще три года до этого ангел смерти царил в Освенциме, и в Треблинге, и других лагерях уничтожения. Но еврейский народ сказал – «Ло Амитки Эхен» – «Я не умру, я буду жить». Израиль – это и есть триумф жизни над смертью. И сразу ему решили доказать обратное. Армия пяти арабских стран – Египта, Сирии, Иордании, Ливана, Ирака – со всех сторон атаковали маленькое, еще не окрепшее государство. Они были убеждены в победе и рекомендовали палестинцам временно покинуть свои дома, чтобы дать им возможность беспрепятственно сбросить евреев в море. Все еврейское население Израиль тогда составляло 600 тысяч человек. Большинство было – молодежь, другие пережили Холокост. В начале войны за независимость у них было крайне мало оружия и боеприпасов. Но они выжили, и они победили. Израиль – это чудо надежды над отчаянием, чудо жизни над силами смерти. И точно так же, как евреи показали мужество в войне, они показывали его и в поисках, и достижениях мира. Даже когда в 1947 году организация объемных наций проголосовала за раздел Палестины, выделив евреям крохотное, нежизнеспособное государство, шириной всего 14 километров, евреи сказали «да», арабы сказали «нет». Мирные инициативы Голдемейер после шестидневной войны 1967 года тоже были отвергнуты. 1 сентября 1967 года либо арабских стран провозгласило «три нет» Израилю. Не будет мира, не будет признания, и не будет никогда никаких переговоров. Даже после семи лет мирного процесса в Осло и его кульминации в Кэм-Дэвиде все израильские предложения о создании палестинского государства были отвергнуты Арафатом. Египет, ведь Египет мог создать палестинское государство. Газа принадлежала Египту в 18 лет, с 49 по 67 год, но он этого не захотел. Иордания, управлявшая Западным берегом, тоже его управляла 19 лет, но она не захотела никакого палестинского государства на этой территории. Израиль согласился на создание такого государства, но палестинцы упорно не хотят никакого компромисса. У них только одно условие – уничтожение государства Израиль. Конечно, может быть, все было по-другому, но зачем же, когда им платят за это деньги? Ведь в Палестину, как вы знаете, оказывается огромная помощь финансовая, материальная и со стороны арабских стран, и со стороны Европейского Союза. И до совсем недавнего времени наше правительство до прихода Трампа к власти выделяло палестинской администрации 800 миллионов долларов. Но на еврейском языке есть два слова для выражения силы. Это коуч и гевура. Но у них разный смысл. Коуч – это сила, которая нужна для достижения победы в войне, а гевура – это сила для достижения мира. Израиль постоянно показывает обе силы. Казалось бы, если бы в этом мире была справедливость, мир должен был бы встать на сторону Израиля, поддержать это государство, которое за 71 год своего существования пережило пять крупных войн, бесконечные террористические атаки, интифаду. Реальность другая. Половина всех резолюций, организаций, объемов наций направлено против Израиля. И если бы Израиль их выполнил, такого бы государства уже давно не было. А Израиль жив. Он процветает и является примером того, как в тяжелейших условиях войн, угроз превратить каменистую пустыню и заболоченное морское побережье в цветущий сад с высоким уровнем современных технологий, медицины и создание новейших видов вооружения. За эти 70 лет, 71 год, население страны увеличилось в 13 раз. Сегодня в Израиле живет 9 миллионов человек, в том числе более 7 миллионов евреев. Израиль показал всему миру, на что способен еврейский народ, который превратил пустыню в страну апельсиновых рощ, садов, лесов, процветающих сельскохозяйственных ферм и создание единой нации из эмигрантов, приехавшей сюда из 118 стран мира. Как превратить землю без всяких натуральных ресурсов в мощное экономическое современное государство, как, несмотря на все угрозы своих соседей, построить свободное демократическое государство именно в той части земли, которая никогда не знала демократии. Израиль – это государство, где возродился впервые в истории язык, исчезнувший из разговорной речи более двух тысяч лет назад, где возродились надежды, где сбылись пророчества. Да, мир еще иллюзорен, но он придет. Пророки древнего Израиля, Исаия, Мика, были первыми людьми в истории, которые видели мир как идеал и то, о чем нужно молиться. День за днем, год за годом, столетия за столетиями, и мир придет на эту землю. В нынешнем мире есть много людей, думающих о войне, как-то забывая историю, но Израиль будет жить, и нам остается в день рождения государства поблагодарить тех, кто жил и кто отдал жизнь за исполнение мечты пророков. «И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады, и станут есть плоды из них, и водворю их на земли их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им», говорит Господь Бог твой. Это пророчество великого еврейского пророка Амоса. Он жил две с половиной тысячи лет назад. Глава 9, стих 14 и 15. Вообще существует вокруг Израиль такое огромное количество мифов. Ну, есть, конечно, есть миф, а есть и факты, связанные с рождением государства. Ну, вот возьмем такой распространенный миф, что евреи не имеют прав на землю, которую они называют Израиль. Общее заблуждение состоит в том, что евреи, вынужденные отправиться в издание после разрушения римлянина Второго храма в 70-м году, вдруг, внезапно, спустя почти две тысячи лет, вернулись в Палестину, требуя вернуть им страну. В реальности еврейский народ всегда на протяжении 3700 лет был исторически связан со своей родины, включая нацию, язык и ярко выраженную цивилизацию. Евреи заявляют свои права на землю Израиля, основываясь на обещаниях, которые Господь дал прародителю еврейского народа Аврааму. Евреи на протяжении тысячи лет жили и развивали эту страну. Это основывается на решении организации объема нации, давшей политический суверенитет и признание еврейского государства. И, значит, да, это факт современной истории, что Израиль присоединил пока к себе часть территории в результате освободительных вор, которые были навязаны ему его же соседями. Существует и другой мир, что палестинцы всегда были арабской, что Палестина всегда была арабской страной. Вообще слово Палестина происходит от филистинцы. Это люди, которые жили на берегу Средиземного моря, там, где сейчас находится Израиль и Газа. После восстания иудеев и разрушения храма римляне стали употреблять это название ко всей иудеи, чтобы принять статус евреев, живших на этой земле. Арабское слово филастин позаимствовано из латинского. Двенадцать еврейских племен впервые образовали единое иудейское государство на этой земле в тысячном году до нашей эры. Царь Давид сделал Иерусалим столицей своего государства. И хотя со временем это еврейское царство раскололось на южную часть Иудеи, северную Израиль, вот иудеи сохранило полную свою независимость двести двенадцать лет. Это ведь почти столько, сколько существует независимое государство Соединенных Штатов Америки. Когда после еврейских погромов в России 1882 года евреи начали эмигрировать в Палестину, там проживало порядка двухсот тысяч арабов, большинство которых поселились там недавно. Ведь Палестина никогда не была частью не была чисто арабской страной. Это была провинция огромной Османской империи. Даже в Коране эта страна никогда не называется Палестиной, о ней говорится как о священной земле. На мусульманском конгрессе после Первой мировой войны в феврале 1919 года, которая избирала представителей Палестины на Парижскую мирную конференцию, была принята такая резолюция. Мы рассматриваем Палестину как часть арабской Сирии, и она не должна быть отделена от нее. Мы связаны с Сирией национальными, языковыми, экономическими и географическими связями. Это как раз резолюция Первого мусульманского конгресса. Ведь та форма палестинского арабского национализма впервые возникла только после Первой мировой войны и стала политическим движением после победоносной войны Израиля Шестидневной войны 1967 года, когда Израиль захватил западный берег Иордана. В декларации лорда Бальфура 1917 года, Бальфура названа по имени министра иностранных дел Великобритании, в ней тогда говорилось, правительство его величества рассматривает с положительной стороны установление в Палестине национального дома для еврейского народа. Позднее, уже в конце 30-х годов, английское правительство отозвало эту декларацию, но в 22-м году правительство 52-х стран на заседании Лиги Наций 22-го июня 1922-го года поддержали ее декларацию о создании еврейского дома на земле Палестины. В мае, значит, в мае возьмем то, что произошло вот 71-й год тому назад, май 48-го года. Важнейшие проблемы для нового государства, на которое напали армии пяти арабских государств, стали недостаток оружия и боеприпасов. И основной задачей руководства страны стало, где достать оружие. В первые же дни войны Соединенные Штаты преподнесли пилюлю. Они наложили эмбарго на поставку оружия на Ближний Восток, и это ударило в первую очередь по евреям. Большой вклад в поставках оружия в Израиль сделала Чехословакия, где было закуплено 25 тысяч винтовок, 5 тысяч пулеметов, 54 миллиона патронов и 25 самолетов типа Мессершмитт. Уже в первые дни войны в Иерусалим прорвалось 700 автомашин с продовольствием, оружием и боеприпасами. Верховным главнокомандующим всех пяти арабских армий был назначен король Транс-Иордании Абдала. Абдала. Он обладал самой мощной армией коалиции. Знаменитый арабский легион, состоявший из 10 тысяч бойцов. Многими частями этого легиона командовали британские офицеры. По численности самой большой армией вторжения было египетское. Это две бюрегады пехотная и бронетанковая. на севере сирийский экспедиционный корпус включая эскадры боевых самолетов. Он насчитывал 8 тысяч солдат. Армия Ирака еще 9 тысяч солдат. Ливанские войска 2 тысячи. Кроме этих сил вторжения в Палестину действовала еще так называемая арабская армия освобождения Палестины. Ей командовал иракский генерал Таха Эл-Хашим. Позднее к египтянам присоединился и подразделения Саудовской Аравии. Таким образом общая численность арабских армий было более 35 тысяч солдат. Вот представь себе крохотное маленькое государство практически не имеющее ни оружия ничего и на него вторглась армия 35 тысяч профессиональной армии пяти арабских стран. Они были хорошо вооружены имели автоматы артиллерию танки боевую авиацию вот однако полного единения там тоже не было. Арабские союзники подозревали что иорданский король хочет присоединить всю Палестину к своему королевству. У евреев не было выбора. Поражение означало для них не только гибель самого государства но и смерть всего населения. Египтяне двигались по Приморскому шоссе. Встречавшиеся на пути еврейские поселения стояли насмерть. Египтяне старались их обходить. Например Кебусиад Мурдыхаль сдерживал передвижение египетских египтян в течение пяти дней. За это время бригада Гавати смогла организовать устойчивую оборону на пути продвижения египетской армии. Еврейский квартал Иерусалима защищался до последнего солдата. Но 25 мая иорданские легионеры ворвались в старый город и оставались там как вы знаете 19 лет до начала шестидневной войны 1967 года. Везде по всей территории страны шли упорные кровавые бои. 31 мая глава правительства и министр обороны Давид Бен-Гурен издал приказ о создании регулярной армии обороны Израиля Цахау. В этом приказе приводился также текст военной присяги. Шли непрерывные тяжелые бои на всех фронтах и 6 июля было заключено первое перемирие. Оно стало желанной передышкой для израильтян которые хотя и выдержали яростный натиск арабов были предельно измотаны. В эти дни выросли поставки оружия из Чехсловакии с прямого указания Москвы с прямого указания Сталина. В страну стали в страну стали прибывать много добровольцев это евреи из Соединенных Штатов Америки и стран Европы. Перемирие продолжалось 28 дней и закончилось 9 июня. За это время израильтяне сумели пополнить и довооружить свои бригады перегруппировать их и даже провести в какой-то степени обучение новобранцев. Была сформирована также первая бронетанковая бригада. Что было дальше как продолжалось дальше военные действия мы продолжим просить небольшого первого присоединяйтесь к нашему разговору. Уважаемые дамы и господа спасибо за то что остаетесь с нами за то что нас слушаете наш эфир продолжает встреча с Яном Йоффа и программой странички истории номер телефона в студии 847 400 5200 если вы наберете этот номер Ян с удовольствием с вами пообщается ну и в доказательство этих моих слов принимаем первый звонок добрый день вы в эфире алло говорите пожалуйста интересно пожалуйста перезвоните мы вас просто не слышали Ян пока собирается с мыслями пожалуйста продолжайте вот во время первого перемирия израильское министерство обороны Израиля и предусмотрен план наступления этот план предусматривал разгром арабов на северном фронте однако вот это наступление израильцан продолжалось 5 дней и оно было отражено северное галилея оставалось в руках арабов на центральном фронте Иерусалима за 10 дней наступления израильцане сумели существенно улучшить боевую обстановку серьезно потеснив арабский легион угрожавший Тель-Авиву второе перемея вступило в силу 18 июля решая стадию боев в этой войне наступило как вы знаете после убийства 17 сентября послание к организации объекта графа Бернадотта к концу октября на севере было разгромлено сирийская армия Ливан поспешил выйти из войны на южном фронте египетские войска были окружены и капитулировали здесь боевые действия прекратились 24 февраля 49 года когда было подписано перемирие с Египтом 3 апреля такое перемирие было заключено в Сиордане 20 июня последней Сирии в войне за независимость Израиль понес немалые потери более 6 тысяч солдат было убито более 10 тысяч ранено победа была одержана еврейская много ли это мало вот подумайте сами вот применительно к численности населения Израиля и применительно к американской численности населения сегодняшнего дня если бы такая война вспыхнула на территории США это говорило о том что в Америке погибло бы более 3 миллионов солдат это огромные цифры для маленького государства и победа была одержана тогда и еврейское государство выставило за счет мужества и непреклонности решимости народа Израиля отстоять свое право на существование свое право на жизнь можно положительно оценить и боевую оперативную деятельность командиров хотя только два генерала в израильской армии и Галь Алон и Шимон Авидор имели достаточный боевой опыт и военную подготовку были и промахи конечно были и ошибки но они как правило исправлялись командиры тактического звена за счет умелого руководства личного примера смелости и мужества они впоследствии стали руководителями соединений в последующих войнах Израиля и после войны за независимость израильской вооруженной силе оставались армии резервистов людей в штатском готовых к защите своей родины основные трудности которые испытывала израильская армия заключалась в полном отсутствии оружия современного оружия особенно небольшой численности войск необходимости вести боевые действия на разных фронтах вызванных географическим геополитическим расположением самого государства война за независимость было великой школой уроки которые были с немалой пользой были учтены в последующих войнах и сражениях сегодня израильская армия считается одной из лучших в мире и располагает всеми видами оружия в первую очередь авиацией танками подводными лодками ракетами и ядерным оружием страна может защитить себя от нападения любого агрессора кроме регулярной армии 180 тысяч солдат в израиле полмиллиона хорошо обученных резервистов нам остается только помогать государству израиль и молиться за его благополучие и его армию с днем рождения государства израиль уважаемый ян если вы позволите я приму звонок да с удовольствием добрый день вы в эфире здравствуйте огромное спасибо Яну за великолепную очередную передачу все его передачи великолепные спасибо огромное и маленькая реманка если вы позволите в 67 году когда была война крупная Советский Союз опомнившись уже уже помогал Египту конечно поцеловал огромное количество танков там всего и было заседание Политбюро и когда была огромная победа Израиля в танковой этой битве и Брежнев недоумевал как это так и он Устинов помните был министр обороны маршал Устинов и он говорит как же так заваживши Устинов что же такое вот наши арабские друзья жалуются что что техника подводит Устинов так поднял глаза и говорит вы меня простите вроде бы в эфире но это не совсем такое грязное и поднял глаза и говорит техника у нас хорошая солдаты у них говной трусы да 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 я слушаю так что евреям отступать было некуда вопрос жизни смерти израильс как эвакуазные герои спасибо огромное у нас и следующий звонок добрый день вы в эфире добрый день ян спасибо за передачу вот у меня такой вопрос есть очень маленький простой последние события в Израиле вот последние события показали они не дают большого глазка но Израиль принял новую тактику большие высотные дома рушились как спичечные коробки это был очень сильный удар они никогда не рекламируют никогда не хвастаются ну и правильно делают вопрос такой как вы считаете эта тактика вот последняя их тактика которую принял Израиль она как говорится ну будет какие-то действия будут какие-то благоприятные так сказать действия после этого успокоят ли они на какое-то время арабов они увидели что это очень серьезный удар который они получили и были уничтожены боевики ударили по большим это я всегда говорил что бить надо не по клопам бить надо по большим тараканам вот они последний раз это сделали будут ли какие-то после этого результат как говорится благоприятные вот такой вопрос просто да спасибо спасибо огромное но глубокайшему сожалению вот вся история это 70 71 год независимости Израиля говорит глубокому сожалению нет это не последнее какие каждый раз Израиль отвечает и отвечает как говорят и последний раз это действительно и предпоследний раз были нанесены удары по газу и каждый раз в Израиле возникает разногласия что эти так называемые ответные удары недостаточно если вы помните в предыдущий раз министр обороны Либерман просто вышел из коалиции Натаньягу потому что он считал что вот такими маленькими ударами авиационными по сектору газа не отделались и что нужно опять полномасштабное вторжение Натаньягу был категорически против и Либерман ушел к сожалению здесь никто в мире я думаю в том числе и руководители Израиля не ответят на ваш вопрос продолжение этой войны мне кажется это вот есть такие конфликты в мире они бесконечны вот например в Европе была 100 летняя война потом жуткая тяжелейшая кровавая война между протестантами и католиками 30 летняя война это в 17 веке ну и такие длительные конфликты иногда есть замороженные конфликты возьмите Нагорный Карабах там Армения Азербайджан ну к счастью там нет такой кровопролитных сражений но есть конфликты которые просто в силу своего характера не могут быть разрешены они могут быть разрешены при случае если обе стороны желают желаемого мира но я вот в начале своей передачи вам сказал к глубочайшему сожалению та сторона палестинская не желает его и может быть я уверен что может там и есть какие-то люди и какие-то лидеры которые хотели бы этого но им платят не за это им платят за то чтобы они все время провоцировали Израиль ведь сейчас положение вот еще в чем обострилось что Хамас в секторе получает колоссальную помощь из Ирана Иран сейчас является основным главным движущим игроком в Сирии русские да само по себе но там же появилось без иранских этих национальных гвардейцев никогда бы сирийская армия не одержала победу над этим халифатом Иран лезет всеми путями правдами неправдами он лезет в Сирию и это является очередной чрезвычайно тяжелой угрозой Израиля посмотрите на карту возьмите Ливан Хизбулла это партия это полностью содержится на деньги Ирана теперь иранское присутствие военное в виде своих солдат в Сирии и плюс они еще все время грозятся что они создадут атомную угрозу поэтому это тяжелейшая ситуация и дело не в руководстве там например Хамас но как же он не будет стрелять по Израилю если он за это деньги получает напрямую из Ирана не будет провокации не будет денег тут вопрос вот в чем заключается и они практически в обозримом будущем неразделимы я лично верю в то что я вам сказал кроме всяких военных составляющих кроме мужества израильской армии кроме есть вот на мой взгляд это является важнейшим фактором потому что я в это верю твердо есть божественный план и в божественном плане четко сказано что Бог это есть и у Амоса и есть у величайших еврейских пророков есть у Микки что план Бога заключается в том что он соберет еврейский народ обратно на свою землю и они уже оттуда уже никогда не будут изгнаны в этом и заключается план Божий а если уже говорить по большому еще еще другой план то конечно у нас у всех с вами впереди и Армагеддон и все эти дела но кто его знает когда это будет может через сто лет а может через тысячу вот таков мой ответ Ян показывал да показывал нет пожалуйста продолжайте я вам дам знать как только ответ этот ответ закончил ну что я могу вам сказать вы же понимаете если бы вот в этом мире существовали ответы на все вопросы которые они же возникают ежедневно возникает один вопрос за другим мы живем в очень сложное время является ли оно самым сложным в истории человечества пожалуй нет слава богу с 45 года по сегодняшний день более-менее 74 года мир прожил в относительной безопасности да обострилось да появились новые времена новые ветры новые игроки и так далее ну так было наверное всегда единственное что правильно наверное правильно думать и мыслить всегда конечно хочется мы все бы хотели одного мира спокойствия чтобы на этой на этой земле воцарилась благоразумие справедливость но это все наши желания так было испокон веков к сожалению мир совершенно другой мир очень хаотичный очень агрессивный и я уже не знаю если брать всю историю человечества по крайней мере такое документированно то уже было в этом мире тысячи войн тысячи войн да сотни войн проходят и сейчас мы иногда просто даже не замечаем и даже не знаем во время только гражданской войны в республике Конго было убито 5 миллионов человек это же было в наше время уже после второй мировой войны многие вещи не замечаем многие вещи ну вдалеке от нас к сожалению нынешняя еще усугубляется интернет телевидение радио нам все время говорят ну давайте так с вами думать что давайте все что не зависит от нас ну что же делать надо иметь это мужество принять это война идет сейчас уже совсем на той территории которую мы с вами покинули на территории бывшего советского союза в районе донбасса погибло погибло более 10 тысяч человек и тоже не знаются когда закончится этот конфликт конфликты очевидно возникают потом как-то замирают потом исчезают но есть конфликты которые очень очень глубокие но хочется чтобы им был конец хочется но от одного хотения же мало мир надо воспринимать реальным а реальный мир это это не гармония он никогда не был этот мир он и создавался в катаклизмах откройте первую главу Библии как все это из этого хаоса из этих рождался мир он таков был всегда и наверное будет другое дело что можно контролировать все и хотелось вот сейчас наш Помпеоги наш секретарь находится в Сочи разговаривает с Путиным вот как раз в эти минуты когда идет наша передача всегда хочется чтобы был найден какой-то компромисс и положительный так что наверное раз люди ищут что-нибудь и найдут а Израиль еще раз еще раз я желаю еще много много раз по 70 лет дня рождения и дай Бог им счастья и удачи а вам всего доброго спасибо огромное Ян вам так же будьте здоровы до следующей недели мы обязательно услышимся Бог даст ну а пока всего вам хорошего Субтитры сделал DimaTorzok